Девушки отдыхают От самой первой семьи вампиров до появления нашей Однажды мой папа поведал историю, когда я была маленькой Папа, папа, а расскажи мне историю с твоей жизни Ха-ха, ну хорошо, малютка Это было, когда я был еще подростком Однажды в нашу деревню приехал странный мужчина Он был невысокого роста, одет был в темную одежду, да и лица не было видно Имени своего он не говорил, да и вообще он был необщительным Поселился этот мужчина в бывшем доме семьи Аурум Эта семья исчезла за месяц до его появления Многие думали, что они просто переехали, но нет Что с ними произошло? Слушай дальше и узнаешь Мужчина заколотил все окна, чтобы свет не попадал в дом Это было очень странно, но никто не задавал ему вопросов То ли боялись, то ли просто не хотели связываться с ним Этот странный незнакомец вел ночной образ жизни Днем он не выходил на улицу И тогда мне стало очень интересно Почему же он не выходит днем, а только ночью Куда-то отправляется А возвращается только ближе к утру И всегда в одно и то же время Я решил пробраться в его дом В одну из ночей, когда он снова ушел Обойдя дом, я обнаружил залаз через люк И попал в погреб Проникнув в дом, я посмотрел все Все комнаты, все сундуки, все шкафы Но ничего странного я не нашел И вот, когда я уже хотел уходить Я увидел комнату под лестницей Она была с замком И поэтому я не смог в нее попасть Я решил уйти, чтобы прийти в следующую ночь Уже с инструментами и попытаться взломать замок Мне было жутко интересно, что же там может быть Наступила следующая темная ночь Я подготовил орудие и ждал, пока сосед уйдет из дома После его ухода я снова проник через тот же погреб в его дом И подошел к той самой двери С собой у меня была отмычка, которую я смастерил днем Сначала у меня не получалось скрыть дверь Но спустя много попыток, все же я вскрыл этот замок За дверью был спуск в подвал Спускаясь, я увидел небольшую библиотеку Много различных колб с какой-то красной жидкостью И странный алтарь Осмотрев это все, я нашел книгу В книге были непонятные записи Пока я читал, вдруг услышал шаги Начал искать, куда мне спрятаться Он пришел слишком рано, он знает обо мне Я спрятался за книжными полками Увидев его, я очень перепугался Мужчина взял ту книгу, поджег свечи и начал читать Тогда-то я и понял, что это какое-то заклинание Но для чего оно? Я не знал Когда обряд был окончен, он потушил свечи и ушел И мне очень сильно повезло, что он не запер подвал Я ушел незамеченным Вернувшись домой, я долго думал Что же это за заклинание? Что за обряд? На что нацелена эта магия? Мне нужно знать все Куда же он все-таки ходит по ночам? А главное, зачем? После всего я лег спать в ожидании следующей ночи Я следил за своим соседом и ждал, пока он отправится Не прошло и часа, он вышел из дома и отправился в лес Я осторожно следовал за ним, держа расстояние Он пришел на кладбище Я вернулся, дорогая Сегодня мы вновь будем вместе А дальше мужчина достал свечи, зажег их и начал читать заклинание И как вдруг ударяет молния прямо в могилу Из могилы поднялся мертвец Я так испугался Ничего подобного я раньше не видел Я бежал домой, бежал не оборачиваясь И в эту же ночь на нашу деревню напали они Вампиры Своя Поздравляю с пробуждением Привет, друзья Привет, Аликус Пойдем с нами Ой, а что это за домик? Теперь его не будет? Я незаметно сбежал и отправился к ближайшему поселению Там я рассказал все старейшине Утром, вооружившись, мы со стражами отправились в деревню Чтобы застать вампиров врасплох За эти дни я узнал Главное оружие против вампира это солнце Поэтому-то мы и пытались их выманивать Убив несколько упырей, я пошел уничтожать алтарь Чтобы больше никакой черной магии не было И вот, приблизившись к алтарю Вдруг за спиной появился вампир Он укусил меня Я потерял сознание Когда пришел в себя, вампира не было рядом Тогда мне хотелось верить в то, что все произошедшее сон Жаль, но укус на шее говорил об обратном Я выбежал на улицу, чтобы найти стражей И предупредить их, что здесь еще вампир Но стражи были мертвы Я немедленно отправился в деревню доложить старейшине Но было поздно Вампир опередил меня и убил всех людей Но почему он не убил меня? Он дал мне шанс? Нет Здравствуйте, истинные жители этой деревни Меня зовут Арман Ауру Это моя жена, Кристи Ауру Благодаря Великой Луне, я воскрес 28 дней назад я начал жить вновь Помолимся же ей Я знал, что все не просто так Моя миссия в этой жизни и последующих Это спасение вас Раса вампиров никогда не оставит этот мир В свете сегодняшней луны Вновь родились мы И наш новый подопечный Мекар Я дарую тебе свою фамилию Мекар Ауру Мне не понравилось тогда это Мое нутро вырывалось из меня Оказалось, что я являлся вампиром с рождения Но никаких способностей и пиявочных нужд у меня не было Мне пришлось этому учиться Я знал прадеда Мекара Приятным был вампиром Но со странностями Кровь людей он не пил Уверен, сил у него никаких-то и не было Поэтому я не стал возрождать его Я сжег его тело вампирской магией Но ты, Мекар, другой Все это передалось от моего прадеда Вскоре я узнал, что я не обычный вампир Дампир Охотник на вампиров Как бы странно это ни звучало Я питался энергией мертвых вампиров Я отыскивал их быстро, потому что ощущал с ними кровное родство Спасибо Арману за его уху Я истреблял упырей одним за другим И за дня в день я пытался избавить этот мир от чертовой нечисти Мекар, что ты делаешь? Мы же одна семья А когда я истребил всех вампиров Осталась она Неотразимо красивая полукровка Смесь вампира и человека Этот вид вампира прозвали морой Когда я увидел ее, я влюбился И я не смог ее убить Кстати, сейчас она твоя мама Плохие вампиры, они пьют кровь у людей Боятся солнечного света Истребляют людей, пытаясь захватить их владение А хорошие, наоборот, помогают Я с твоей мамой хорошие И мы никогда не причиняли людям зла Ладно, на сегодня истории хватит Мне пора Ну папа, расскажи еще Я очень хочу продолжения В следующий раз Райм рассказал мне, что я моройка А он дампир Вы чувствуете друг друга по кровной связи Что это значит? Неужто у тебя нет никаких догадок? У нас общие родственники Общие родители? Да, что-то вроде того Ты есть наша мама? Поздравляю Твоя дедукция не подвела тебя Но почему же тогда вы меня бросили? Девочка моя, прости нас Это было сделано в целях твоей же безопасности Райм сильный вампир Он может за себя постоять Мы не могли рисковать тобой Сила моройки проявляется довольно долго Тебе нужно было время и закалка Мы решили отдать тебя в добрые руки людям Чтобы они тебя вырастили и оберегли Так вы же меня и забрали тогда Эмм, ну да Прошло несколько месяцев, как ты была на улице Никто тебя не забирал домой Охотники начали чуять что-то про нашего второго ребенка И мы решили вернуть тебя обратно Ясненько Жестоко звучит У меня сердце кровью обливалось, когда мы оставляли тебя Но лучше, чтобы ты жила, чем... Верно? Так Стоп Если все злые вампиры, по словам дедушки, были истреблены И остались только хорошие То откуда снова появились злые? И градус, в том числе Об этом мне тоже рассказал дедушка Представляешь, вчера ночью опять вампиры напали на ферму Убили нескольких животных и высосали у них кровь Что же это такое? Они так и до людей снова дойдут Истреблять их надо Да как их истребишь-то? Быстрые, маленькие, мерзкие Дедушка, а у меня к тебе вопросик Если ты истребил всех плохих вампиров и их больше нет То почему жители говорят, что хорошие вампиры убивают животных и высасывают кровь? К сожалению, зло снова пришло в наш мир И произошло это так Однажды шахтеры откопали пещеру, где было просто уйма летучих мышей Они их выпустили Летучие мыши разлетелись по всему миру И это была тотальная ошибка Выпустив мышей, они подписали смертный приговор Летучие мыши стали истреблять животных и пить кровь Тогда-то люди и поняли, что это те же самые вампиры Только в другой шкуре Шкуре летучей мыши А почему люди не истребляют их? Летучие мыши действуют слишком быстро И при этом они летают Сколько люди не пытались с ними бороться Мыши всегда выживают или перерождаются Даже если бы этого не случилось Зло всегда возвращается А мы лишь можем противостоять ему Как же это так? Дедушка с ними боролся, а потом какие-то шахтеры взяли и снова выпустили их Шахтеры не знали Да, и никто не мог предполагать, что так получится Еще вопрос А как вы выжили тогда, когда охотники взорвали замок? Почему вы не пришли за мной, за Раймом? Папа не выжил После того, как охотники взорвали дом Я улетела и пришлось залечь на дно Пока все не успокоится Еще пару дней охотники караулили замок В надежде, что они убьют нас И вернуться за Раймом или же за тобой У меня просто не было возможности А сейчас возможность такая появилась Кстати, а где Райм? Райм проводил меня в эту деревню А сам остался отдыхать, закопавшись в землю Тут недалеко Ой-ой, это может плохо закончиться Нужно срочно отыскать его Договоримся так Сейчас ты иди к себе в дом Отдохни, набери сил А ночью сходи за Раймом и приведи его сюда А почему ты не хочешь пойти со мной? Я не могу рисковать, если люди узнают, что я вампир Не важно, какой хороший или плохой Но меня могут убить Ну ладно Я тогда вернусь ночью Никуда не уходи Ни пуха, ни пера К черту Береги себя, доченька Как-то странно это все Мама Райма не встретила А пришла именно ко мне Прячется прям под деревней За мной ведь могли следить И с легкостью найти ее Может Райм намекал на то, что И наши родители нас используют Хотя звучит как глупость Может эта история выдумка? Нужно будет узнать Райма Я сама никак не могу вспомнить А что было до того, как я оказалась на улице? Будто бы ничего и не было А вот и мой домик Ладно, нужно отдохнуть, набраться сил и в дорогу Что за тревога? Что случилось? Ничего не видно Точно, планшет Тихонечку В этой комнате все было по-другому Добро пожаловать в мою помрачительную игру Субтитры сделал DimaTorzok